Всем привет! Продолжаем рассматривать работы художников, скульпторов Хиваджара Мандала. Неизвестный автор Камбоджи, конец 12 века, бронза 39 на 23. В отличие от таких ответвлений буддизма, как Тхировада и Махаяна, последователи тантрической школы считают, что серьезные усилия и руководство опытного наставника могут помочь адепту достичь окончательного просветления еще при жизни. Основной практикой в пути к нему является медитация, во время которой приверженец учения предельно концентрирует внимание на особым схематическом изображении. Мандалия, космической диаграмме, в которой символически сосредоточен образ и энергия какого-либо божества и принимает на себя его качество. Эта статуэтка является трехмерной мандалой с образом Хиваджары, главного бога медитации в тантрическом буддизме. Расцвет культа Хиваджары в Камбодже пришелся на промежуток между X и XIII веками. Здесь бог представлен на восьмилепесковом лотосе, окружен фигурами женских духов, докинь, носительниц тайных учений. У Хиваджара четыре разных иконографических облика. В данном случае у него 16 рук. В каждой он держит по копальне, ритуальной чаше из верхней части человеческого черепа. На копалах в правых руках изображены живые существа, лошадь, слон, осел, верблюд, бык, сарамха, это мифологическое животное, человек и кошка. На копалах в левых руках божества, воды, земли, огня, воздуха, солнца, луны, богатства и смерти. В этой форме у Хиваджары восемь литов. Ну вот такое описание к работе неизвестного автора Хиваджара Мандала из Камбоджи, конец 12 века, бронза 39 на 23 я нашел в интернете. Всего хорошего, до свидания, текст по книге Великие Музеи Мира. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok